Всем привет! В эфире программа «Коннект». В ближайшие 15 минут мы расскажем вам обо всем, что появилось в мире интернет за минувший месяц. Вас ждут самые последние новости, электронные новинки и игры. В этом выпуске мы расскажем, как огордить детей от лишней информации в интернете, покажем концепты экранов для автомобильных стекол и во что поиграть в этом месяце. Присоединяйтесь! В крупнейшей в мире доменной зоне Ком была зафиксирована регистрация 100-миллионного сайта. На данный момент точка Ком – это наикрупнейшая, а также одна из древнейших доменных зон. Она появилась 27 лет назад, в январе 1985 года. При этом первые 100 регистраций в ней было сделано спустя целых 2 года, а через 10 лет в ней насчитывалось только 18 тысяч сайтов. Но с развитием интернета скорости заметно взросли, и в третьем тысячелетии счёт пошёл уже на миллионы новых регистраций в год. Яндекс.Карты представили воздушные панорамы. На портале компании публикованы фотографии Санкт-Петербурга и окрестных городов, сделанные на высоте нескольких сотен метров с помощью вертолёта и дирижабля. Всего на данный момент посетителям доступны панорамы 165 мест Санкт-Петербурга, Петергофа, Гатчины, Пушкина и Шлиссельбурга. Точки, в которых они доступны, обозначаются пиктограммами воздушных шаров. 15 самых красивых, по мнению Яндекса Панорам, были опубликованы в высоком разрешении. Кроме того, на отдельной странице рассказывается, как и с помощью чего компания снимает наземные воздушные панорамы. К 2016 году число интернет-пользователей достигнет 3 миллиардов. Таковы данные социологов. Каждый год число пользователей сети увеличивается на 200 миллионов человек. Уже через 4 года 45% населения Земли будет иметь выход в интернет. По прогнозам, количество пользователей всемирной паутины в Китае к этому времени достигнет 800 миллионов. Столько же, сколько во Франции, Германии, Индии, Японии, Великобритании и США вместе взятых. При этом более 80% пользователей будут заходить в интернет с мобильных телефонов, а не с персональных компьютеров. Одна из антивирусных лабораторий выпустила ежегодный отчёт по безопасности за 2011 год. Согласно документу, объёмы возникновения вредоносного программного обеспечения в прошлом году достигли рекордного показателя. Лидерами по заражённости вновь стали Китай, Таиланд и Тайвань. С показателями инфицированности более 50% заражённых компьютеров. Самым распространённым типом угроз признаны трояны – более 70%. За ними следуют вирусы и черви. В интернете найдётся многое, только нужно это хорошо поискать. В рубрике «Интересные в сети» мы будем знакомить вас с различными сервисами и службами интернет-пространства, со различными возможностями, которые многим уже знакомы, но многие услышат о них впервые. Итак, что посмотреть, чем заняться в интернете в этом месяце? Порой бывает интересно, о чём писали газеты прошлого, какие темы и вопросы интересовали жители страны тогда. Авторы сайта старости.ру ежедневно готовят для своих посетителей подборку статей изданий столик недавности. Все новости разделены на рубрики «События в мире, России, Москве», «Интересности, политика» и многие другие. Для удобства пользователей есть поиск по материалам и структурированный архив. Зажечь новую звезду на небе легко на сайте хапир.ру. Авторы страницы предлагают своим пользователям бесплатно или за небольшие деньги получить своё светило. Естественно, к физическому миру все эти вещи отношения не имеют, а звёзды на сайте – всего лишь точки на тёмном фоне. Тем не менее, выглядит всё это достаточно красиво. Небесные объекты, предлагаемые авторами, отличаются по размеру и цвету. Каждой можно дать своё имя или любое другое. А если хотите кого-то приятно удивить, можете зажечь звезду и отправить ссылку на неё в качестве подарка по электронной почте. Согласитесь, довольно необычный сюрприз близкому человеку. Весь мир в твоих друзьях. Таков девиз с сайта Letbox. Авторы проекта позиционируют своё детище как площадку для международного, а главное – анонимного обмена письмами. На сайте есть большой синий ящик, который содержит письма из разных стран мира. Зарегистрировавшись, вы можете вытаскивать эти письма, отвечать на них и добавлять ящик свои, и таким образом общаться со всей планетой. Количество участников проекта стремительно растёт. На сегодняшний момент сайт посещает более 4000 человек в сутки, поэтому каждый сможет найти себе собеседника по интересам из самых разных точек планеты. В нашей прошлой программе мы рассказывали о рабочем прототипе окна дисплея. Теперь пришла очередь и автомобильных окон. Исследовательская лаборатория одного из автогигантов разработала концепт экрана для установки на пассажирские стёкла автомобилей. Среди готовых приложений программа, позволяющая рисовать на стекле. Симпатичный персонаж, который бежит или летит в зависимости от скорости движения вровень с автомобилем, вписываясь в пейзаж за окном. Кроме того, есть программа GPS-навигации. С помощью её в случае необходимости пассажир сможет стать штурманом. Учёные демонстрируют, как с помощью их изобретения можно вмиг посмотреть подробные данные о работе всех систем автомобиля. Но и это ещё не всё. Одно из наиболее интересных приложений даёт возможность как будто выглянуть из окна машины. Например, если пассажирам не нравится пейзаж за окном, они могут переключиться на машину, которая проезжает по более интересным или живописным местам. Всё это кажется фантастикой, но разработчики показывают, что их проект не просто чертежи на бумаге, а вполне функционирующий прототип. Сенсорный дисплей умеет распознавать почерк. Очертания букв можно рисовать прямо пальцем. Надпись можно перевернуть, чтобы её было удобно прочитать находящимся снаружи. Пока новый дисплей остаётся концептом, но разработчики не сомневаются, когда он появится на рынке, спрос на него будет высок. Сегодня не только взрослые, но и многие дети не могут представить себе жизни без всемирной паутины. И в этом нет ничего удивительного. Ведь интернет действительно неисчерпаемый источник самой разной информации. Одновременно с этим глобальная сеть несёт в себе и определённую опасность. Особенно для самых юных пользователей интернет-пространства. Дети, чаще взрослых, становятся жертвами мошенников, запускают вредоносные программы, попадаются на уловки спамеров. Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности несовершеннолетних при работе в глобальной сети являются различные фильтры, с помощью которых можно ограничить доступ к нежелательному контенту. В помощь ответственным мамам и папам одна из российских компаний разработала новый сервис под названием Google. По словам разработчиков, проект представляет собой принципиально новый подход к осуществлению родительского контроля. Сервис предлагает детям от 5 до 10 лет так называемый сокращенный вариант интернета, в рамках которого доступны более 7 тысяч русскоязычных сайтов, свыше 500 тысяч фото и видеоматериалов на самые разные темы, от культуры и науки до комиксов и сетевых игр. Отбором ресурсов, допущенных в Google, занимается специально созданная команда, состоящая из родителей, профессиональных детских психологов и педагогов из различных регионов России. Для доступа к сервису используется специально созданный веб-обзреватель. Этот браузер специально адаптирован на восприятие маленького интернет-пользователя. После регистрации на сайте проекта у родителей будет возможность создания расписания, пользования сетью, настройки списка разрешенных сайтов и просмотра статистики по посещенным ребенком сайтом. Подробные инструкции, установки и ответы на все вопросы можно найти на сайте проекта google.tv. Совсем недавно стало известно, что один из главных эксклюзивов консоли Xbox 360 Alan Wake посетит персональные компьютеры. Игра по заверениям разработчиков должна появиться на ПК уже со дня на день. Игра-триллер повествует о приключениях Алана Уэйка, автора бестселлеров жанра ужасы. Писатель, несмотря на свою знаменитость и успешность, погружен в тяжелую депрессию. Он разучился творить шедевры. Со своей женой он приезжает в маленький городок Брайтфолс, чтобы отдохнуть от сутки большого мира и вырваться из затяжного творческого кризиса. Но планам не суждено было сбыться в первый же день. При загадочных обстоятельствах пропадает вторая половинка писателя. А сам главный герой приходит в себя лишь спустя неделю в кабине собственной машины, висящей на краю пропасти. Впоследствии выясняется, что за ту неделю Алан, не приходя в сознание, написал лучшую свою книгу, сюжет которой ему и предстоит пережить. Ключевой составляющей как геймплея, так и сюжета игры является свет. Его источники для главного героя важнее, чем любое огнестрельное оружие. Игра, выйдя на консоли Xbox 360, завоевала любовь миллионов человек во всем мире. Теперь все события триллера предстоит пережить и пользователям персональных компьютеров. Новым рекордом, удостойным упоминанием в книге Гиннесса, стал самый большой в мире джойстик для приставки Nintendo, известный в России под маркой Dendy. Монументальный девайс является совместным проектом трех человек. А поставленный рекорд они рассматривают как дань уважения приставке, который когда-то определил развитие игровой индустрии. В длину крупнейший в мире джойстик более 3,5 метров, в ширину 1,5 метра. Вес контроллер оставляет более 100 килограммов. Кстати, новинка, как это видно из видео, является полностью функциональным девайсом. Общая стоимость этого устройства равна почти 6 тысячам долларов. А для управления игровым процессом при помощи такого джойстика нужно по крайней мере 2 человека. А это все на сегодня. До встречи!